Великий художник-ренессанс Альбрех Дюрер Поднял гравюру до уровня живописи. Игра теней света, религиозные символы, произведения, полные подлинного драматизма. Не когда-то давно, две тысячи лет назад, а здесь и сейчас, на наших глазах, Иисус Христос в Гефсиманском саду молится о том, чтобы его миновала страшная участь. Лицо его испечлено морщинами. И следами внутренних переживаний. В ответ ангел с небес протягивает чашу, символ будущих страданий. После внутренней борьбы и сомнений Христос смиряется. Он принял решение. Он согласен. Он пойдет на подвиг. На наших глазах его схватят. После поцелуя. Сразу. Иуда видал знак, кого я поцелую, тот и есть. Того и нужно схватить. Обоснование изображено здесь же, на поясе Иуды. Тридцать серебряников. Такую динамическую, почти театральную композицию еще на заре ренессанса придумал Джотто. У него Иисус и Иуда образовывали смысловой центр. Дюрер сместил его вправо. Обратите внимание, как лица спасителя Иуды почти слиты. На лицо предателя падает тень, тогда как лик спасителя озарен лучом света. Вот она, игра теней света по-дюреровски. Дюрер, Рембрандт, Рафаэль, Веронезе, Рубинс. С работ великих художников были сделаны гравюры талантливыми мастерами 18 и 19 века. Большие страсти и апокалипсис. Фигуры из Библии и Библии Маклина. Со всем этим можно познакомиться на нашей выставке. Подробнее о произведениях мы расскажем на наших экскурсиях. Приходите в музей. Редактор субтитров А.Семкин